снова всех приветствую сегодня мы начнем собирать нашу мини циркулярную пилу и для этого нам понадобится первая сама основа циркулярной пилы купленная мною на алиэкспресс далее двигатель от шуруповерта ну в данном случае я буду использовать на 18 вольт но если вы хотите можете тоже заказать 775 движок я думаю будет вполне достаточно ремень понадобится вот такая металлическая пластина я ее вырезал из уголка по моему это четверка 4 вот таких вот металлических стойки тут у них уже есть зачатки отверстий ну это тоже с какой-то я не знаю штуки это будут как стойки по углам крепежные я хотел сначала сделать меньше вот даже такой металлический вал порезал но решил все-таки сделать ее немножко повыше чтобы можно было регулировать по высоте в зависимости от того диска который будет использоваться да так значит понадобится еще два кусочка такие вот от трубы 4 вот таких вот болта длинных и 4 вот таких болта тут я сразу подготовил материал это пойдет металлическая пластина основная для стола она будет у меня такая двойная снизу будет она как бы усиливаться и будет вот это вот нижняя пластина вот такие вот детали нам понадобятся далее я еще буду использовать вот такие уголки они как бы установятся вот сюда и к ним можно будет прикрутить корпусные стенки которые будут мешать вылетать стружки опилкам но это вы увидите в процессе сборки и сейчас давайте наверное приступим сборки нашей циркулярной пилы первое с чего мы начнем это переведем наши вот эти четыре отверстия на обычную вот такую бумажку офисную но мы с помощью этого трафарета сейчас ровненько разметим отверстие на металлической нашей пластине и просверлим и для чего нам это понадобится мы будем устанавливать нашу эту основу для циркулярки на вот таких болтах чтобы можно было потом регулировать высоту под маленький или большой диск произвел я разметку и здесь тоже сделал крест теперь я сейчас вот это вот вырежу и совмещу просто по линиям и приклею скотчем для того чтобы накернить и просверлить вот так вот совмещаем наши линии и сейчас приклею скотчем и просто на кернию просвет такой узел у меня получился здесь кусочки квадратные трубы тут подложил тоже кусок металла и притянул нашу пластину металлическими такими длинными болтами теперь необходимо будет в этом основании тоже сделать четыре отверстия и винтить вот такие вот тоже болты и на них мы уже будем одевать наше основание и уже с помощью вот таких вот гаек регулировать высоту насколько нам необходимо вверх вниз поднять мы будем просто набирать гаечки и выставлять нашу высоту диска по ходу сборки я тут решил отказаться от вот этого решения которое изначально задумал то что упор будет состоять из вот этих вот кусочков квадратной трубы тут ему и прокладочек всяких металлических я решил сделать это более надежно и у такие вот два алюминиевых бруска где-то они тут по сантиметру в ширину миллиметров по 10 ну и в итоге вот получилось как мы видим такое вот очень устойчивое крепление до этого получается я хотел сделать вот таким образом ну так оно было да но когда я поджимал вот эти вот болты то они тут вот эти трубки они перекашивались и поэтому я от этого ушел теперь необходимо будет насверлить вот здесь вот отверстие получается тут уже такие как бы зачатки есть ну сейчас я рассверлю где-то ну вот до такой глубины сначала буду сверлить троечкой сверлом потом на 4 3 и буду нарезать резьбу 5 м5 вот и с этой стороны и тоже с этой но здесь мне придется как видите полностью сверлить а здесь уже как бы ну такие центровка есть и так сейчас я просверлю 4 отверстия с этой стороны 4 отверстия с этой стороны ну и будем уже тогда размечать вот эти металлические листы ну и соединять вверх с низом ну пас посмотрим что пол нальем маслица чтобы было легче сверлить и приступим к сверлению сначала сверлим на троечку или на 32 так лишнюю мы стружку убираем капаем еще немножко маслица кстати вчера убирал снег руки ходят ходуном поэтому не обращайте внимание так теперь мы поменяем сверло берем метчики сначала первый номер берем внутри у нас забилось тружка нужно ее высыпать я прошел на полную глубину сейчас мы его опять же избавим от стружки пройдемся уже вторым номером так ну вот на этом пока и все я не думаю что вам будет интересно как я буду нарезать еще еще 7 таких резьб поэтому я это уже снимать не буду покажу вам уже финальный результат когда я нарежу на всех резьбу и с этой стороны и с другой все готовы направляющие наши для корпуса ну и теперь можно примерно прикинуть как она будет устанавливаться на корпус где у нас станет сама основа для пилы и уже непосредственно будем выставлять сами вот эти вот направляющие теперь мы разметим наш металлический лист он у нас имеет в ширину 30 сантиметров значит будем мы делить его по 15 так и теперь я планирую насверлить в листе четыре отверстия и по этим четырем отверстиям я уже прикручу вот это наше основание ну для начала просверлим одно соединим их и тогда уже будем высверливать чтобы они у нас получились одинаковыми также произведем разметку нашей пластины для сверления отверстий произвел кернение сейчас я за сверлюсь первое отверстие готово мы сейчас установим болт и зажмем все готово теперь можно это все разбирать и смотреть что из этого получится вот что у меня получилось вот на таком как бы сказать пьедестале теперь стоит моя циркуляр очная вот эта основа все очень монолитно нигде ничего не шатается чтобы вы там не думали что это опять на соплях час напишите ну вот таким образом теперь крутится и теперь мы можем приблизительно примерить наш мотор который будет вращаться я пока буду для создания использовать вот такое чуруповерта может быть потом закажу вот этот 775 который там супер мощный двигатель но пока вот у меня есть от шуруповерта и сейчас я тоже примерно выставлю как он будет стоять и сделаю здесь отверстие для крепления данного двигателя проделал я два отверстия в металлическом листе для крепления нашего двигателя очка ну и давайте прикрепим наше крепление вот такой получился у нас крепеж для двигателя который имеет возможность двигаться туда-сюда мы сможем отрегулировать натяжение ремня и плюс еще поправить там перекосы случае если двигатель будет установлен неровно так ну и давайте установим наш двигатель так двигатель мы здесь закрепили теперь нужно будет его выставить ну по нашей оси так надеваем допустим ремень и вот так вот отодвигая туда-сюда мы сможем регулировать натяжение нашего ремня вот так я все это временно пока собрал с этой стороны патрон с этой стороны исковая пила ну и давайте включим посмотрим как она будет вращаться для испытаний буду использовать вот такой аккумулятор от источника бесперебойного питания так ну и что ж давайте посмотрим так тут нужно быть осторожным потому что уже установлен сам диск как мы видим все работает единственное мне интересно сколько ампер так 12 так 7 ампер получается у этого аккумулятора и есть у меня еще такой старый блок вот светодиодной ленты здесь у нас 8 и 3 ампера можно тоже его подключить я подсоединил к нему шнур давайте я сейчас его подключу в питание и попробуем тоже с него вот что у меня получилось я разметил накернил и засверлил отверстие со всех сторон сделал потай для винтов и теперь мне нужно будет перенести вот эти вот отверстия на алюминиевый наш столик подготовил я столик ну такой вот он получился я сделал его из таких вот еще тут снизу кусков из двух ну дабы она не прогибалась и теперь мне нужно будет ну собрать примерно посмотреть как оно получится еще конечно вот здесь придется доделать немножко винты торчат нужно будет углубить пота и чтобы их вообще не ну как бы они были заподлицо ну и точно также здесь сейчас я соберу посмотрю как это будет выглядеть вот я собрал наш столик ну что вам хочу сказать довольно таки неплохо получилось очень даже так и упругое устойчиво я не думал что прям будет так хорошо единственное что вот сюда я еще планирую уголки такие металлические сделать чтобы уже но наверняка не прогибалась все таки ну как бы прогибаться она чуть-чуть прогибается вот здесь я установлю еще металлический уголок с одной и с другой стороны начал я делать паз для пилы накернил кернером ну и вот потихонечку высверливаю сейчас я все вот это вот отсверлю расстояние ну и тогда может быть болгарочкой пропилю ну или может надфилем посмотрим пока еще не придумал как буду выводить ровно вот что у меня получилось теперь необходимо будет это все пропилить проточить не знаю пока еще чем то ли надфилем то ли болгаркой при помощи дрели я пропилил полностью такое вот отверстие прорезал я отверстие для диска все тут напильником подпилил что было ровненько с этой стороны виден патрон и вот так теперь это выглядит уже более менее в собранном состоянии снял я пока двигатель купил я вместо вот этого алюминиевого уголка вот такой стальной сейчас я перенесу все отверстия на этот уголок крепежные и переставлю на него двигать я думаю с этим уголком будет на понадежнее я установил двигатель на новый наш металлический уголок и здесь можно регулировать натяжение ремня пропилил я в металлическом листе такие пазы и по этим пазам можно перемещать наш крепеж двигателя тем самым можно натягивать ремень ослаблять менять снимать нам необходимо будет сейчас припаять к нашему мотору провода приступим к пайке так и теперь мы сможем подключать либо от аккумулятора на клеммы либо от нашего вот этого блока я тут уже тоже клеммы ему сделал вот таким образом мы подсоединяем ну и в принципе у нас уже готовый узел и так друзья вот что у меня получилось это конечно еще не финальный вариант сделаю я потом тут защиту для двигателя чтобы пыль не летела но какой-то коробочек тут приспособлю сделаю кнопочку управления вот ну и что смотрим что получилось вот с этой стороны я как говорил прикрепил уголок чтобы не сильно про прогибалась что можно сказать получилось очень хорошо все монолитно нигде ничего не шатается не болтается ну как бы диск вращается свободно нигде тут ничего не цепляется единственное нужно будет еще сделать ну как бы быструю остановку из нихромовой проволоки там сделать кусочек и чтобы она быстро останавливалась но это на всякий случай итак давайте посмотрим как она работает я вот пока на таком аккумуляторе сейчас покажу вам неважно направление вращения так значит стрелка у меня сюда вращается значит так все право вот так оно жужжит ну давайте попилим допустим досточки досточками она справляется нормально единственное что вот аккумулятор этот у меня уже такой подсевший давайте наверное я подключу не от аккумулятора от блока питания вот у меня тут блок питания на 12 вольт ну и теперь давайте посмотрим посерьезнее ну что это у нас елка или сосна или довольно таки неплохо главное не спешит дальше мы возьмем это у нас текстолит для печатных плат тоже без проблем так фанера наверно сантиметр ну сантиметр точно ну кто же берет но конечно слабовато такое толстое типа урс тепло такое толстое типа урс тепло справилась ну и давайте алюминий пенем ну что как мы видим довольно таких неплохо но совсем справляется конечно толстую фанеру вот такую вот и тяжеловато пилить но в принципе алюминий пенем пластик досточки берет вполне нормально даже я взял как бы такую толстую досточку да ну нормально мне кажется пилит что я еще хотел сказать вот допустим вот этот патрон можно использовать как допустим точила открываем наш патрон так и затягиваем так подключаем ну и смотрим можно смело точить как бы ничего никуда не болтается а если сюда поставить какую-то фрезу ну типа какие китайские вот эти черные фрезы то я думаю что фанеру она будет вообще нефиг делать пилить потому что вот в этом диске широкий такой зуб ну и за счет этого она как бы за ему заедает да а если поставить более тонкий диск да она вообще будет пилить без проблем ну вот что у меня получилось единственное конечно я еще буду ее дорабатывать в целом уже практически все готово ну кое-что еще может быть я тут подделаю может я планирую сделать защиту ну и какую-то направляющую чтобы можно было по ней пилить допустим да хочу немножко дополнить здесь используется один аккумулятор да и блок питания тоже использовал на 12 вольт но двигатель этот рассчитан на 18 вольт поэтому если сюда еще ну установить блок питания на 18 там или там на 20 вольт да я думаю резать будет еще лучше вот поэтому как бы тут в аккумуляторе 7 ампер в блоке питания по моему 8 ампер там 8 с половиной ну если сюда вот допустим два блока если сюда допустим два аккумулятора пихануть я думаю то что резать будет еще сильнее с этим агрегатом я заканчиваю и начинаю теперь делать свой мини токарник вот так у меня примерно уже тут вырисовывается передняя бабка в следующих видео вы уже увидите как я начну делать свой токарный станок вот такая вот циркулярочка получилась кому понравилось можете смело делать себе такую же вещь хорошая в хозяйстве пригодится ну а на этом я с вами прощаюсь как всегда до новых видео и до новых встреч всем пока вот такая вот это как дants